Всем доброго здравия, друзья! С вами снова Тимур и Мария. Сегодня в нашем выпуске о реставрации старого деревенского дома мы поделимся с вами радостными новостями. Мы наконец-то завершили одно очень важное дело, без которого наш переезд из города в деревню никак не мог состояться. Приятного вам просмотра! Прежде чем отправиться в деревню, мы загрузили в машину доски. Они достались нам бесплатно по объявлению. Люди делали ремонт в квартире, им нужна была помощь в вывозе строительного мусора. Ну а для нас это находка. Такая шикарная доска точно пригодится в хозяйстве. По приезду я принялась продолжать начатое дело – реставрацию холодильника. Кто-то из вас, друзья, писал, что с нетерпением ждет конечного результата. Это здорово, и я тоже его очень жду. В этот раз Тимур мне дал пулизатор для краски. С ним дело пошло намного быстрее. Но, вероятно, из-за отсутствия опыта работы с этим инструментом на дверце осталось очень много подделок и разводов. Скорее всего, буду это в дальнейшем исправлять. Ну а пока холодильник сохнет, Тимур принялся за очень ответственную работу. Это именно то, без чего мы не можем переехать в дом. Если вы смотрели наши прошлые ролики, то наверняка догадались, что речь идет о горячей воде. Сложность, на мой взгляд, обусловлена погодными условиями. Намного приятнее таким вещами заниматься в теплое время года, а не когда приходится лазить работать в холодный подвал. Но Тимур, в отличие от меня, холодов не боится и шустро взялся за дело. Напомню, что сейчас мы делаем временный вариант ванны прямо в кухне. Тимур, если честно, не очень хотел этим заниматься. Ведь лучше сделать сразу все в ванной комнате, чтобы потом не переделывать по несколько раз. Но в таком случае переезд точно бы затянулся еще на пару недель. Ведь в ванне необходимо провести еще немало работ. В итоге я уговорила мужа поставить мне времянку. Конечно, я знаю эту фразу, что нет ничего более постоянного, чем временное. Но уверена, что в нашем случае будет по-другому. Потому что дальше Тимур активно взялся за ремонт ванной комнаты. Непростым занятием оказалась установка бойлера на стену. Вешали мы его на два добротных советских гвоздя. Было много неудачных попыток, ведь бойлер сам по себе нелегкий. А тут еще и надо умудриться попасть одновременно в два отверстия. Но совместными усилиями нам все-таки удалось с ним справиться. И моей радости о том, что совсем скоро близится момент, когда мы сможем умыться горячей водой, просто не было предела. Пока я радовалась этой небольшой победе, Тимур продолжал паять трубы. Дальше предстояла еще одна непростая задача – пустить канализационные трубы по подвалу. Но Тимур все так же шустро справился с этим делом. Если честно, для меня это настоящий восторг. Еще вчера в доме вообще не было воды, а сегодня уже вовсю бежит из крана, да еще и горячая. Я вот такие фокусы делать не умею. И меня они очень сильно впечатляют. Сейчас у нас производится первый пуск бойлера. Вообще всего только что спаяли всю систему. И вот работает насос, накачивается бойлер 100 литров. И сейчас будем пробовать в горячую воду. Ура! Вот сейчас хочется мне уже открыть холодную, посмотреть, сейчас мы вам прям покажем. Сейчас Анатось набирает эту точку, и сейчас мы проверим, будет ли сюда поступать просто холодная вода. Конечно же будет, тут напор бешеный просто, вон. И туда, и сюда, и все. Работает, вот. Все, наконец-таки у нас бак набрался, даже не наконец-таки, а набрался он вообще очень быстро, потому что напор вот от этого маленького насосика, ну просто шикарный. Вот, мы уже подключили, все работает, лампочка горит, все ждем. Теперь, когда нагреется, нагреется, и там должен держать тепло, потому что этот бак утеплен. Это то есть сегодня у нас вечером уже будет вода, и мы сможем умыться горячей водой. Ну, через часика-полтора будет, да, потому что начали нагреть ее. Сто литров должен. Ну, все. И не раньше, если даже не было. Замечательно. Уже близится совсем скоро переезд, получается, да? На следующее утро я принялась за подготовку потолка к шпатлевке. Первым делом было необходимо подрезать ножом все незаводские швы для дальнейшего лучшего сцепления гипсокартона с раствором. После этого необходимо прогрунтовать весь потолок. Для этого Тимур придумал мне чудо приспособления. Швабра-валик, с помощью которого я без проблем справилась с грунтовкой. Для меня это первый опыт такого основательного ремонта, и многие вещи, которые я делаю впервые, вызывают у меня большой интерес. Тимур поощряет мой энтузиазм, ведь дел в этом доме предостаточно, и работы хватит на всех. Сам он принялся за установку ванны на ее временное место. Потом мы проклеили швы серпянкой. Тимур обучил меня, как разводить раствор и работать со шпатлевкой, и я принялась за замазывание всех швов. Кстати, друзья, вы, наверное, слышали такую фразу, что брак проверяется ремонтом. Я вот никак не могу понять, почему так говорят. Откуда здесь ноги-то растут? Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь своими мыслями в комментариях. Нам будет очень интересно почитать ваше объяснение, такому, на мой взгляд, странному выражению. Что смотришь? Интересно? Да, Пума? Дай лапу на камеру. Дашь вам? Спасибо. А вторую дай? Другую. Другую? Вот эту, да. Вот эту. Молодец. Молодец, Пума. И вот Тимур дорисовывает последний штрих. Теперь, наконец-то, можно принять горячую ванну, чем мы и займемся после насыщенного трудового дня. А вы тем временем подписывайтесь на канал, ставьте лайки и пишите комментарии. Нам очень важна ваша обратная связь. До новых встреч!